Всем привет и особенно приветствую любителей турбореактивной тяги. Я подозреваю, что многие уже утеряли надежду на продолжение сериала про маленькие турбореактивные двигатели. Но нет, ребята, все это время я работал, делал кое-какие детали, чтобы собрать еще один двигатель. Все самое интересное теперь находится в этой коробочке. Сейчас я вам буду показывать. Ну а для тех, кто только-только зашел на канал, небольшая информация о происходящем. Делаю три практически одинаковых турбореактивных двигателя. Вот они, такие малыши. Вот этот я уже испытал, все замерил. Это был самый первый экземпляр. До 700 грамм мне удалось довести тягу. Чтобы он работал, нужен вот такой стенд. Здесь есть питание пропаном, питание керосином, измеряются параметры, температура, манометр есть, измеряющий давление, ну и подающий насос, а также весы, чтобы измерять тягу. Ну а это бачок для подачи масла под давлением. При работе двигателя создается давление внутри, которое нагнетается в бачок и начинает подавать опять же внутрь двигателя масло для смазки подшипников. Вводная часть закончена. Теперь давайте посмотрим, полюбопытствуем, что же я здесь наделал. Во-первых, чтобы дособирать движки, я заказал еще два высоковольтных модуля. Вот такие. Без этого никак, друзья. Далее заказал очень интересные штуковины. Маленькие искровые свечи, которые я буду внедрять в двигатель и запитывать высоковольтными модулями. Вот так они выглядят. Они очень-очень миниатюрные, друзья. Но это искровые настоящие свечи, используемые в авиамодельных маленьких двигателях. Я очень долго это ждал, но вот у меня есть полный комплект для сборки двигателей. Итак, идем дальше. Сразу оптом все покажу. Наточил энное количество всяких разных маленьких деталей. Здесь штуцера, здесь гайки, чтобы прикручивать штуцера. Здесь фильтры для подачи топлива, масла и прочего-прочего. Все должно фильтроваться, потому что трубки крайне малого диаметра. И все это мгновенно забивается и перестает работать. Здесь есть также всякие вставки для приваривания. Но вот через вот эту вставку, например, мы будем вкручивать ту самую свечу, которую я вам только что показывал. Также выточил гайки с левой резьбой для прикручивания турбины на свое место. Вот как это примерно выглядит. Вот эту мы откручиваем гайку, используемую ранее. И на ее место вкручиваем самодельные гайки. Опять же пришлось долго ждать метчик. Вообще метчик с левой резьбой я ждал примерно три месяца. Потому что я сначала заказал и мне все пришло с правой резьбой. Наверное, китайцы подумали, что с левой резьбой никому не может понадобиться. И я заказывал сразу 4 метчика и все пришли с правой. Хотя я их заказывал 4, как раз таки потому, чтобы хоть один до слевой был. Но в итоге я нашел все-таки магазин нормальный и получил мой метчик и все пометил. Теперь можно собрать двигатель. Я его специально не собирал, чтобы показать вам, что же там внутри изменено и как вообще будет теперь это все дело выглядеть. Это будет, так сказать, модель номер два. Теперь немножко о конструкции. Какие внес изменения? Во-первых, свеча будет, она будет вот здесь. Во-вторых, сделал топливный коллектор на толстостенных трубках. И внутренний диаметр гораздо больше, чтобы больше поступало газообразного топлива. Такой двигатель почему-то пока что не хочет на керосине работать, то есть на жидком топливе. Поэтому будем его стартовать на газообразном. Если вдруг что-то там наладится, какая-то тенденция на улучшение пойдет, можно будет опять делать попытки на керосине запускать. Ну то я сделаю новый коллектор, если уж вдруг так все хорошо пойдет и буду пытаться. Далее, укоротил испарительные трубки, вот которые там внутри находятся. Раньше они были до вот этого отверстия. Сейчас они доходят до вот этого отверстия. То есть они гораздо короче. И топливо-воздушная смесь, она как бы как из пушки будет выстреливать. Здесь перемешиваться и гореть, как мне кажется, вот в этой области. А далее уже смешиваться с воздухом, охлаждаться. В общем, как мне показалось, именно так должно быть. В итоге мы имеем всего лишь два штуцера. Штуцер на подачу масла и штуцер на подачу топлива. Корпус претерпел тоже некоторые изменения. Сделал штуцерок, сделал его вот здесь. Как говорится, почувствуйте разницу. Раньше был вот здесь штуцерок на подачу масла, то есть отбор давления. И в итоге здесь все это дело перегревалось и трубка расплавлялась. Сделал в холодной части. Так мне кажется, будет значительно лучше. Зафиксировал резьбовым герметиком, чтобы ничего не выкручивалось. И сейчас мы будем все собирать и пробовать, друзья. Потому что весь объем работ уже сделан. Хотя, конечно, чтобы укомплектовать вот эти движки, еще нужно два бачка мне с маслом сделать. Ну и так далее. В общем, много работы еще. Очень много работы. Но мы работы не боимся, будем делать. Ну и еще из отличий. На новом двигателе будет стоять вот такая крыльчатка с меньшим входом и с большим сжатием воздуха. Посмотрим, к чему это приведет. Понятно, что будет либо хуже, чем было, либо лучше. Вот здесь, видите, вход гораздо больше. Хотя диаметр наружный одинаковый. Это более на производительность рассчитано. Больше воздуха качать. Это рассчитано на меньше воздуха, но на большее давление. Вот такая будет стоять в новом двигателе. Ну и еще остались вопросы по соплу. Сопло будет вот такого форм-фактора. В прошлом двигателе вот этот угол был гораздо больше. И получалось такое вот х-образное пламя на малом давлении и на малых оборотах. Здесь, надеюсь, будет получше и не будет соплом душить двигатель. Все будет разгоняться, все будет работать. То есть это сопло я уже переделал. Отрезал лишнее и сделал заново. Видите, здесь угол поменьше. Ну а на старый двигатель я изготовил вот такое чудо. Мега-гигантское сопло. Большой тяги мы с таким соплом не получим. Оно, скорее всего, уменьшает тягу. Но сделал, потому что было интересно посмотреть, как оно будет работать. Так что хватаем его и погнали пробовать. Можно поиграться немножко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь давайте по-настоящему пускать с этим соплом. Раз я его уже сделал, надо бы испытать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну как бы не плохо работает. И температура нормальная. Тяга есть. Субтитры сделал DimaTorzok П Есть же действия с подсталом. Ну а теперь приступим к серьезным делам, будем испытывать второй двигатель. Собираю уже вот этот узел, вставил подшипник и закрутил винтами крепко-накрепко. Все, можно отклеивать скотч. Он был нужен при прокладывании трубопроводов. Еще вспомнил одно новшество, здесь использовал всего лишь 5 испарительных трубок. Потому что первый двигатель, когда я запускал на газу на двух трубках, он даже на двух трубках работал. То есть на пяти, возможно, будет какое-то среднее значение и будет даже лучше. В общем решил попробовать. Трудоемкости меньше, а возможно эффект будет лучше. Диффузор обточен со всех сторон, наделано куча отверстий. Убрано лишнее, видите, и здесь и вот здесь. Все это технологические фрезеровки, так их назовем, чтобы можно было собрать двигатель. Так как он очень компактный, а он реально очень компактный, то вот даже, вот видите, здесь пришлось выбрать, чтобы можно было нормально пропаять. Ибо здесь мало места. Этот двигатель еще меньше, чем первый. Крыльчатка немножко другого форм-фактора и требует дополнительной дистанционной шайбы. И закручивается очень маленькой гаечкой. Чем меньше вот эта гайка, чем меньше выступание, тем легче бороться потом в последующем с недочетами балансировки. Я заметил, что именно вот этот подшипник, который здесь стоит, все время выходит из строя. Уже трижды у меня это было. Один раз на большом двигателе и два раза на маленьком, на предыдущем. В этой стороне, там где горячая часть, ни разу подшипник не вылетал. То есть всегда он как-то отрабатывает и всегда нормально. Потому что здесь короткий вал и подшипник стоит прямо совсем рядом с турбинкой. При этом малейшие вибрации просто гасятся и не входят в резонанс. А здесь может раскачаться и начать цеплять за диффузор со всеми остальными негативными последствиями. Можно и пробовать. Сейчас посмотрим, лучше этот двигатель моего первого образца или хуже. Вынимаем один и вставляем другой. Здесь уже свеча человеческая, не кусок провода. И каждый раз перезаряжать его не придется. Один раз намотаем и все будет работать. Надеюсь, будет поджигать, потому что это тоже не факт. Потому что когда я искру проводком делал, там она огромная, мощная была, длинная. А здесь вот неизвестно, как она получится. Обычно для свечи нужны идеальные условия, чтобы она хорошо поджигала. Сами знаете, в ДВС не всегда свеча поджигает хорошо. Хотя вроде бы искра есть. Но если смесь чуть-чуть не такая, все, не работает. Давайте по традиции первый раз стартаем прямо здесь. Пока что ни один из сделанных мною двигателей с первого раза не запускался. На этот я возлагаю очень большие надежды. Итак, стартуем. Первые два двигателя мы запускали в тесах. А теперь у нас есть роскошный стенд. Как и ожидалось, такая свеча плохо поджигает. Это заморач с этими свечами. Вообще не поджигает. Вот как я говорил, с первого раза никогда оно ничего не работает. Увеличим искровой зазор. Попытка номер два. Тепера цветка номер три. Тепера цветка номер три. Продолжение следует... Вторая попытка. Пытался запустить его, но не запускается. Температура подымается очень сильно и все дело останавливается. Третья попытка. Без сопла пробуем, как обычно. Друзья, это фиаско. Совсем не жизнеспособная турбина оказалась. Я так подозреваю, что слишком маленький вход, слишком маленькая крыльчатка у нее. А турбины большие, мощные и она просто не может развить давление. Стрелка на манометре практически не сдвигается. Я попробовал все турбины оставшиеся. То есть вот 4 штучки осталось у меня, 4 турбинки и все я их попробовал. Три из них совсем плохо подходят. Видите, здесь очень разный профиль лопаток. Но я не ощутил какой бы то ни было сильной разницы при замене одну на другую. И количество лопаток здесь разное и профиль разнообразный. Самое интересное, ребята, это то, что наиболее подходящая турбина, это самая первая изготовленная. Она очень топорная. Но здесь много лопаток и очень маленькое пространство между лопатками. В итоге получается, что эти турбины слишком расходные для двигателя. И получается маленькая крыльчатка просто не в состоянии прокормить воздухом турбины, которые с более расходной крыльчаткой запускались и работали. Но вот это конечно очень удивительно, что самая страшная турбина работает лучше всего. Причем, что интересно, ей не мешает работать даже сопло. Тогда как на вот этом двигатке установка сопла очень критично сказывалась. Начинало все сильно греться и очень плохо работать. Здесь тоже очень сильно все нагревалось. Так как здесь толстое тело на турбине, то при нагреве тепло начинало быстро распространяться к середине. Нагревалась даже гайка до красна. Она становилась красная. Хотя она сделана с обычного черного металла и так соответственно быть не должно. Она уже становилась пластичная и могло ее потянуть даже. Но это мы при разборке еще посмотрим. Честно говоря, ребята, получаю просто наибесценнейший опыт. И у меня уже в голове потихонечку все складывается. Как добиваться того, чтобы эти турбореактивные двигатели все-таки работали? На больших температурах под 850-900 градусов они у меня работают. Но вот как сделать так, чтобы они работали, например, на 500 градусах? Вот это загадка. Хотя вот этот одно время мог это делать. Вот с такой турбиной. Но сейчас он что-то не хочет работать хорошо с ней. Что-то внутри произошло. Камеры сгорания и я его пока... Пока он работает, не хочу разрезать, не хочу смотреть. Уж через многое он прошел. Но вот этот, честно говоря, вообще уже по перегревам превзошел этот двигатель. Потому что он не заклинивал и он продолжал работать, продолжал развивать обороты даже при сильном нагреве. Под 900 градусов у него рабочий режим, так сказать. И обороты очень небольшие при этом получаются. Ну а теперь то, что мне понравилось в сегодняшнем дне. Наконец-то удалось сделать нормальную систему поджига благодаря вот этой искровой свече. Правда увеличил немножко зазор и после этого начала смесь уверенно поджигаться. Нужно конечно немножко уметь это делать. И тогда процедура запуска получается простая и надежная. Приноровился так. Сначала открывал на пол оборота пропан. Потом подавал искру на свечу и держал кнопку. Ну а потом начинал раскручивать крыльчатку компрессором. И в определенный момент смесь поджигалась. Все, я свечку отпускал и горение было уже самоподдерживающееся. Еще конечно из плюсов, что мне понравилось, что при всех тех перегревах, при всех заменах крыльчаток я их менял несколько раз. Даже вот учитывая, что их 4, я их более чем 4 раза менял туда-сюда. С подшипниками ничего не произошло и все нормально работало. И балансировка, та статическая, которую я изначально сделал, в принципе спасает. Если не делать вот здесь длинный вал. Если кок на крыльчатке сделать длинный, то вибрации могут войти в резонанс и расшатать эту систему. Я делаю максимально короткое, максимально близко к подшипникам. И тогда все нормально. Тягу поизмерять не довелось, потому что она была очень маленькая. По ощущениям где-то грамм сто. А вот температуры поизмерял я знатно. Доходило до 1000 градусов. И даже сверх уже индикатор даже дальше не показывал. То есть это превышение лимита было. Что теперь со всем этим делать, ребята, я даже и не знаю. Точнее дел и планов очень много, но очередность их исполнения находится в стадии обдумывания. Например, вот с этим, так как он более-менее нормально работает, я решил пока подзавязать. А этот вообще, можно сказать, не работает. И вот теперь у меня дилемма. То ли добиваться его работы, то ли пойти немножко по другому пути и сделать третий двигатель. Там его остается лишь собрать. Он пока что абсолютно новенький и у него большая крыльчатка. То есть камера сгорания вот эта для него подходит более-менее. Здесь другой сопловой аппарат. Абсолютно другой. Вот этот бы аппарат поставить вот сюда, я думаю, было бы значительно лучше. Но фортуна так совпала, что стоит он вот здесь. Короче, дособирать и запустить этот двигатель. Посмотреть, как он будет работать, проанализировать всё. И уже на основе этих знаний, этих данных заняться доработкой этого двигателя. Потому что вот этот, скорее всего, должен работать не хуже, чем первый вариант. А может быть даже и лучше. Ну, в общем-то, как-то так идет процесс. Постараюсь радовать вас такими видео почаще. Потому что вижу, не стихает интерес к турбореактивной тяге. И постараюсь улучшить качество работы своих миниатюрных турбореактивных двигателей. На лайв-канал выложу один или два видоса полных запусков двигателей, чтобы вы могли посмотреть, полюбопытствовать. Кому это видео было интересно, а может быть даже и полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова